Кубинский лидер Рауль Кастро прибыл в Москву в четверг. В Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным, который высоко оценил уровень российско-кубинских отношений и отметил, что 8 мая исполняется 55 лет восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Рауль Кастро примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая. Глава МИДа Германии Франк Вальтерштайнмайер и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили в четверг Волгоград, где провели рабочую встречу. Затем они возложили венки у мемориального комплекса на Мамаевом кургане, почти в память защитников города. Сталинградская битва стала переломной в ходе Второй мировой войны. В Москве в четверг состоялась репетиция военного парада, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В репетиции приняли участие более 16 тысяч военных. В День Победы авиация совершит показательный полет над городом. По Красной площади пройдет боевая техника, среди которой как образцы времен Великой Отечественной войны, так и новейшие разработки. Особый интерес у публики и журналистов вызывает российский танк «Армата», первые фотографии которого были опубликованы всего несколько дней назад. Ряд экспертов называет его одним из самых лучших в мире танков.